всем привет добро пожаловать на наш эфир я подожду пару секунд пока мы все подключимся поздороваемся друг с другом скажем всем шалом всем добрый вечер всем шалом всем привет буквально пару секундочек мы подождем пока мы все подключимся пока мы все поздороваемся друг с другом всем шалом с вами я хана всем шалом пулем сам и ахиаэль шалом всем шалом шалом пару пару секунд мы сегодня с вами поговорим про адар пулем хоть и закончился а адар продолжается и я вычитала очень очень интересную информацию которую о том что раньше делали в месяц адар как продолжали его после пулема какие вообще обычаи что за день такой 20 адара и необычная история про мудреца хони вот сегодня у нас об этом пойдет речь всем шалом секунду мы все подключаемся мы все здороваемся всем шалом настя шалом всем шалом я прошу прощения у меня голос немножко охрипший но это не помешает нам провести эфир олег шалом из петербурга шалом всем шалом я думаю мы уже минутку подождали давайте мы начнем и так мы уже сказали о том что пулем закончился а адар продолжается и как обычно говорят в самую самую большую радость мы все равно как бы вспоминаем что что есть что-то тяжелое так например когда происходит хупа в день хупы казалось бы у молодожон счастье любовь радость но при этом в этот праздничный такой яркий день молодожены разбивают бокал почему в память о разрушении храма они разбивают этот бокал то есть даже в самый такой радостный классный классный момент все равно есть какие-то вещи которые мы говорим вот нет мы помним и конечно адар пурим он и у нас у всех ассоциируется с радость до костюмы веселье и даже в самом таком что можно вот придумать такое чтобы нас немножко опустила и поставила на место и есть такая шутка что после пурима начинают готовиться к пэсаху это да то что так немножко пониживает потому что очень много работы очень много упирать очень много подготовки к пэсаху очень ответственный такой праздник так что принято что остальную часть обычно хозяйки дома уже планируют как они по комнаткам по шкафчикам будут все разбивать разбирать и готовиться но мы сегодня конечно же и об этом поговорим и немножко о другом чем у нас славится месяц адар что было раньше что какие обычаи что люди делили делали после пурима в этот месяц и что за день такой 20 адара так вот обычно когда был храм то именно вы этот месяц адар после пурима точнее тогда не было праздника пурима но именно вы ближе к концу месяца адар люди шли на общественные работы что это значило что люди выделяли выделяли время всем шалом все подключается всем шалом это значит что люди выделяли время для того чтобы выйти на улицу и не знаю починить дорогу выкопать колодец для того чтобы паломникам которые идут в храм до приносить подарки всевышнему для того чтобы им было что пить в дороге до выходили просто спасибо большое спасибо так вот и люди значит в месяц адар этими занимались они выходили как бы друг другу все там соседи говорили идем сейчас вместе и действительно они помогали до поблизости что они могли вычищали дорогу копали колодцы и были даже люди которые говорили что тот кто копает колодцы с ним никогда не случится беда и так однажды дочь великого это не не был мудрец давайте так просто дочь праведного и еврея да скажем так который копал колодцы и он был одним из тех кто очень много колодцев выкопал кто просто жизнь этому посвящал для него это была идея икс помогать людям до копать колодцы помогать чтобы было что пить однажды у дочки попала в этот колодец и ну и паника началась как ее оттуда вытащить да и собралось это три человека вокруг этого и все ну и паникуют как вытащить дочку того кто выкопал этот колодец как бы это же ужасно она там умрет там вода там холодно надо быстро и вытаскивать а как надо завязать там эти ну и начали паниковать и тогда к ним подошел мудрец и сказал не беспокойтесь из благодаря тому что ее отец копал этот колодец его дочь никак не может там утонуть то есть когда мы делаем какое-то хорошее дело на благо других то мы сами же от этого дела пострадать не можем и наши родные и действительно через какое-то время ее вытащили и она никак не заболела не пострадала хотя просидела в холодном колодце нет освещения темно да не ну непонятно как она вообще там но слава богу все было нормально вот так это то что делали в месяц ада теперь я обещала вам еще рассказать про 20 месяца адара запоминайте 20 месяца 20 число месяца адар числится как день всевышнего благоволения к нам что это значит именно 20 адара в одном местечке пошел дождь там три года не было дождя три года не было дождя засуха ну как бы люди боялись что голод уже все и тогда они подошли к всем шалом и тогда люди этого города подошли к мудрецу которого звали рафхони и они к ему подошли и сказали ну ты же такой великий но ты же такой праведный но поговори со всевышним попроси у него попросил него дождя и это было 20 адара и тогда он сказал им попрячьте свои пасхальные печки которые стоят на улице в дом чтобы дождь их не намочил но ведь помним что при подготовке пессаху нельзя чтобы мука соприкасалась с водой до только во время готовки это в течение 18 минут это все происходит да и он сказал попрячьте печки у себя в дома что это значит что вы значит уже готовитесь к дождю и так этот мудрец хони он вышел на площадь порчертируем мелком круг вокруг себя стал и говорит всевышний я поклялся твоим святым именем перед твоим народом тем что ты пошлешь нам дождь да и действительно только-только он сказал в мгновение пошел дождь но поморосило так немножко и народ начал возмущаться эй не но мы же просили дождя чтобы засухи не было что нам вот эти вот капельки они уже испарились потому что все вся земля горячая да что нам эти капельки просил всевышнего дождя и тогда он сказал хорошо не я сейчас помолюсь не переживайте и тогда он стал и сказал всевышний я не уйду от этого круга я пообещал твоим детям что будет дождь который насытит эту землю и сказано что пошел огромный огромный ливень который просто еще чуть-чуть и затопил их и тогда народ начал паниковать и сказал ему нет нет мы не такое дождь просили но мы же просили просто чтобы он насытил землю да и чтоб нам было что кушать и что пить но и все начали пугаться пугаться бояться и ракуни сказал хорошо не переживайте я сейчас помолюсь к всевышнему все будет нормально и третий раз он сказал всевышний я поклялся перед народом что будет дождь который просто пошлет как бы еду да не будет голода и пошел тогда нормальный дождь и когда шел дождь и народ уже увидел что дождя достаточно они начали кричать эй рафхоне скажи все скажи всевышнему чтобы прекратил этот дождь нас затопит хватит хватит нам дождя на что и им он ответил нельзя просить у всевышнего чтобы он убавил свою щедрость да то есть всевышний пожалуйста дай мне это дай мне это он дает и ты такой не хватит а всевышний хочет нам дать да нельзя так и он говорит я не могу сказать всевышнему хватит делиться твоей щедростью да ну как бы и что он тогда сделал и сказано что понятно он нашел подходящие слова ко всевышнему и он сказал спасибо что мы так ценим твою щедрость но если ее слишком много это нас может убить в общем и и тогда дождь прекратился и и было счастье на этой земле и этот день как двадцатая адара всевышний более благосклонен да мы можем что-то просить делать хорошие вещи добрые дела для наших близких вот такая история и кстати это вот этому мудрецу хони ему потом еще другой мудрец написал что вообще-то тебя должны исключить из общины вообще изгнать отовсюду за то что ты мог осквернить имя всевышнего он говорит как это ты стал в кругу и сказал всевышнему всевышний я поклялся твоим именем то есть ты как будто бы шантажировал всевышнего ты сказал всевышний не делай так чтобы я осквернял твое имя все я поклялся дай мне дождь да то есть а если бы всевышний не захотел то есть у него ну там ну не хочет он давать ну не заслужили если бы он не дал дождь то все ты как будто бы осквернил имя всевышнего ты поклялся именем и всевышний да не сделал то есть в этом была немножко проблема но 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 что ответил мудрец хони на это он сказал я домочадец всевышнего я живу в этом мире со всевышним и в одном доме и если да как мы в семье живем с детьми например и сын просит холодной воды ты несешь холодной он говорит не это сильно холодная ты можешь пожалуйста дать теплую у меня горло болит и ты конечно же несешь ему теплую это нормально потому что сын у тебя попросил воды да и так мудрец хони и объяснил свое поведение как бы совсем что он сказал мы живем в одном доме со свежнему но и папа я могу просить все что хочешь более того наш любавический седьмой ребе сказал что мы живем в том поколении когда о всевышнего надо требовать требовать все что нам нужно нужно просить нужно конечно уметь и благодарить всевышнего до нужно делать что-то взамен но в нашем поколении надо требовать всевышний он хочет и готов дать он пришел просить дождь зонтом потому что был уверен. Да-да-да, Оксана, есть еще такая история, как в одном городе жители договорились, что они выйдут на площадь и все-все вместе будут молиться от дождя. И все пришли на следующий день в 12 часов дня и только один маленький мальчик взял с собой зонтик. Вот что значит вера, да? Все, а, да, давайте помолимся. И только мальчик верил, что пойдет дождь, потому что он пришел с зонтиком, да? Да, это хорошая история, хороший рассказ. Так вот, месяц, Адар, продолжается. Мы не убавляем ни в коем случае в радости. Мы помним, что радость, кстати, это не качество характера, это навык. Это навык человека уметь, да, смотреть в определенном русле на жизненные обстоятельства, воспринимать их, благодарить их, да? Дай Бог, чтобы Всевышний нам не посылал тяжелых испытаний, чтобы посылал только добро, только радость, только много поводов для радости. Пусть мы будем хорошими посланниками Всевышнего добра в этом мире, чтобы мы делились хорошим, да, чтобы мы помогали, чтобы к нам могли обращаться друзья. И, в общем, пусть у нас будет очень много заслуг для будущего мира. И пусть Мошеях придет. Вот такой вот месяц Адар. Спасибо большое всем за эфир. Желаю всем хорошего продолжения месяца Адар, подготовки к Песоху, здоровья и много благословений. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok